Традиционно в День России Центральный музей ВВС в Монино провёл День открытых дверей. Тысячи посетителей не только из Москвы и области смогли совершенно бесплатно познакомиться с богатейшей экспозицией музея. Некоторые летательные аппараты представлены только здесь. В рамках праздничного мероприятия открылась выставка «Полёт из ада», посвящённая Михаилу Девятаеву и другим лётчикам-авиаторам, попавшим в плен в годы Великой Отечественной войны. Фонд Александра Печорского предоставил архивные документы советских и иностранных лётчиков, которые совершили побег из нацистского плена. В числе тех, кому посвящена выставка, и наш земляк Аркадий Ковязин, который во время выполнения боевого полёта попал в концлагерь «Кресты» под Псковом. В рамках экскурсионной программы гости также смогли посетить действующие выставки музея и осмотреть экспонаты, выставленные на открытой площадке. У посетителей была возможность попасть и в кабины некоторых летательных аппаратов. Самые маленькие гости музея смогли почувствовать себя настоящими пилотами. Давно хотели попасть в музей вооружённых важных сил. И вот сегодня такой простой повод получился. Очень здорово. Небо, Родина, самое важное для нас и для всей нашей страны. Хотим попасть в ангар номер 8 на уникальные летательные аппараты, посмотреть сотку, недооценённый проект. Спасибо большое за предоставленную возможность всё-таки бесплатно сегодня всё это увидеть ещё раз. День открытых дверей, и все могут ознакомиться с великолепными экспонатами, которые представлены. Великолепные у нас ещё сегодня и ретромобили выставлены, и замечательный оркестр, который подарил нам замечательные композиции. На открытой площадке музея звучали знаменитые песни в исполнении курсантов военного университета Министерства обороны. Уже второй год музей по просьбе жителей и гостей приглашает их принять участие в празднике. Победа! 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 Остаётся молодой! Молодой! День России на территории Центрального музея ВВС в Монино. Здесь как никогда лучше можно проследить историю авиации от её зарождения до окончания 90-х годов. Сотни летательных аппаратов, и практически каждая из них – это история. У нас летательных аппаратов около 200. В экспозиции на сегодняшний день выставлено около 150. Есть Илья Муромец, у нас есть в экспозиции «Формант-4», у нас есть в экспозиции «Су-25», «Ил-29» и много-много других. Министерство обороны нам выделило три летательных аппарата, в ближайшее время мы их поставим. Мне бы хотелось поблагодарить администрацию городского округа Щёлкова и лично Булгакова Андрея Алексеевича за ту помощь, которую оказывает он музею. Спасибо волонтёрам, которые принимают участие во всех наших мероприятиях. Лето только началось, а значит, у жителей Щёлкова ещё будет возможность посетить один из крупнейших военных музеев Подмосковья. Ведь коллекция Центрального музея ВВС в Монино настолько богата, что познакомиться со всеми экспонатами за одно посещение просто невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok